Мы установим на законодательном уровне, чтобы в нефтегазовом секторе работники в среднем не получали меньше 1500 долларов. Это 500-600 тысяч тенге. То есть в 3-4 раза заработная плата будет выше. Америка, Канада и все прочие продают свою нефть по мировым ценам. Заработную плату платят в среднем в 10 тысяч долларов. Но они же живут как-то. Развиваются отрасли. Цены на нефтепродукты у них невысокие. Жизнодоходы очень высокие. При том, что себестоимость добычи нефти у нас существенно ниже, чем в этих странах. Вопрос. Куда деваются деньги? Ответ простой. Они просто крадутся этой политической верхушкой. И эти деньги, которые сейчас попадают в их карманы, они просто будут распределены на работников этого предприятия. Если люди получать будут минимум в среднем 500-600 тысяч тенге, соответственно налогов будет больше. Во много раз поступает бюджет страны и бюджет страны будет иметь не нынешние 25-30 миллиардов, а минимум в два раза больше сразу, буквально немедленно. У меня спрашивают, откуда мы возьмем деньги? Я говорю, вот пожалуйста, налогов начнет больше поступать. Потому что есть же разница, подоходный налог со 150 тысяч тенге платить 10%, это 15 тысяч тенге, или 600 тысяч тенге. 600 тысяч тенге 10% это 60 тысяч тенге. То есть, соответственно, нефтегазовый сектор будет платить бюджет налогов в 3-4 раза больше. Значит, денег в бюджете будет больше. Во-первых. Во-вторых, сами люди будут получать в 3-4 раза больше. Правильно. Значит, наш бюджет увеличится как минимум в 2 раза в течение одного года. Наше сырье, металлургические отрасли продаются тоже по мировым ценам. Заработная плата в медных группах, ферросплавных и так далее начинается от 3 тысяч долларов, то есть свыше миллиона тенге. А у нас люди получают 100-150 тысяч тенге. Значит, и заработная плата тоже в несколько раз станет больше. Теперь мне говорят, а как быть с частным сектором? Люди до сих пор не могут понять, что частный сектор тоже резко увеличит заработок. Почему? Потому что те же самые нефтяники, те же работники сырьевых предприятий, получая зарплату вместо 150 тысяч тенге, полмиллиона, 600 тысяч, миллион тенге, что они будут делать? Они будут тратить деньги у себя в регионе. Они будут покупать одежду, покупать машины, будут покупать мебель, будут покупать квартиру. Количество людей, которые в состоянии купить себе квартиру, мебель, одежду, машины и так далее, резко увеличатся. Эти деньги куда пойдут? Правильно, они пойдут в частный сектор, потому что эти услуги, продажи машин, мебели и так далее оказывает частный сектор. Когда будет желающих много купить, значит, соответственно, будет больше поставок. Соответственно, эти частные компании будут больше зарабатывать и они будут платить больше своим сотрудникам. Они будут богатеть и больше будут платить налогов в бюджет страны и опять бюджет страны будет увеличиваться. Таким образом, я вам поясняю, как у нас резко увеличатся доходы республиканского бюджета страны. Они минимум удвоятся в два раза, причем сразу, не дожидаясь 20-30 лет.